Всем привет, наступило у меня утро Идея загнать машину в самое предполагаемое тенистое место принесла свои плоды Солнце меня с утра не беспокоило, несмотря на то, что сегодня обещают самый жаркий день из четырех, что я здесь Я отлично выспался Лег я, наверное, около 12 А проснулся почти в 9 Восемь с половиной часов где-то проспал Ну что ж, усталость копилась за предыдущие дни И вот она наконец-то была снята, я надеюсь Ладно, сейчас будем завтракать и гулять по округе Так выглядит моя берлога По диагонали здесь почти метр девяносто Так что я со своими метр семьдесят помещаюсь здесь великолепно Если спать не по диагонали, конечно, места не столько много Приходится немножко подгибать ноги Вот, а если разместиться вот так вот, таким образом То спишь вообще замечательно Ах, да Сегодня же у меня последний день пребывания в этих замечательных местах Сегодня часа в два-три надо будет уже трогаться в обратную дорогу И в обратную дорогу надо трогаться нигде не останавливаясь Вернее, в дороге нигде уже не останавливаться Сегодня мне предстоит проехать 600 или 650 километров Я что-то уже сбился со счетом Для того, чтобы переночевать где-то в районе Пудыжа А завтра уже будет скучный и интересный перегон до Москвы Не знаю, будет слышно или нет из-за ветра Поет дрозд деряба Очень красивая песня напоминает чем-то черного дрозда Не знаешь, это что говорит Продолжение следует.. Не путешествие Попробую может быть поближе подойти сейчас, их жалко не получилось, с вершины сосны он заметил меня первым, я все думал еще чуть-чуть подойду, еще чуть-чуть, в общем он удрал. Опять прилетел Деряба, практически к самой стоянке, поет где-то за этими елочками, я теперь уж буду умнее, не полезу к нему так близко, должно быть хорошо слышно на записи. Из небольшого болотца рядом со стоянкой, вытекает ручеек, сейчас погуляю вдоль него, может быть еще раз поищу эту сероголовую гаечку, хотя я уже начинаю сомневаться в ее существовании. Да, жарище, просто караул, даже из тенька выходить не хочется, вышел сейчас на болотинку, побродить, может снять что-то интересное и сразу весь мокрый, я даже верю в 27 градусов 6 июня в Карелии, даже в 30 верю, особенно если ветерок стихает. Зацветает багульник, а здесь уже вовсю цветет. АПЛОДИСМЕНТЫ … … … … Продолжение следует... По всей тайге следы лесных пожаров, уже выросли вокруг новые деревья, я прикинул, посчитал по побегам, этим елочкам вокруг лет по 40-50. А все еще стоят вот такие живые напоминания о некогда бушевавшем здесь огне. Огонь законсервировал древесину. И стоит такой обломок в десятки лет. И сколько еще будет стоять, неизвестно. Продолжение следует... Продолжение следует... Вечером, когда я приехал, и потом ночью и под утро, я слышал характерные такие трельки истребиной совы. И вокруг лагеря в нескольких местах нашел кучки перьев. Я, честно говоря, не помню, как сова ощипывает своих жертв, уносит ли их неощипанными или разделывает на месте. Думаю, уточню. Ну, наверное, это она. Совы обычно не уживаются на одной территории с истребами. Вот еще кучка поменьше. Видно, что перья уже старые и лежат давно. И вот еще лежит целая куча каких-то белых перьев. Я даже не могу предположить, от кого они могут быть. Или выцвели. Хотя видно, что перья свежие. Непонятно. Не знаю, слышно будет. Нет. Снова поет деряба. Подозреваю, что слышно будет в основном комаров. Снова поет деряба. Снова поет деряба. Снова поет деряба. вскипятил я себе дорогу водички день жаркий магазин то вообще непонятно когда будет пусть лежит охлаждается и прошел я еще раз мимо белых перьев и подумал так они же хотят куропатка белая как раз белая почти все перо и вот длинные маховые перья с черными полосочками да наверно куропатка единственная опять же не знаю справится истребиная сова с куропаткой или нет она-то птица то не особо большая а куропатка достаточно крупная дома посмотрю почитаю и тогда вставлю ремарку а Как это не прискорбно, но уже половина второго. Сейчас смастерю себе чайку. Попью его на дорожку и надо будет трогаться в путь. Ну вот и всё, висички сложил, сиденье теперь в дорожном состоянии. Непривычно, конечно, что справа нет кроватки, на которой так удобно можно было разложить бинокль, камеру, планшет. Всё, пора отправляться по половине третьего. Сейчас пойду заберу водичку из холодильника. Вот она лежит, холодная. Я не верю своим глазам, на небе появились облачка. Неужели хоть немножко дороги у меня пройдёт в тени? Ладно, поехали. Ничего после себя не оставил. Ничего не забыл. До свидания место. Как там было у Миронова. Я говорю вам до свидания. Расставание не для нас. Это у того Миронова. Старого, нормального. Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре дня назад на этом самом месте я стоял и сверялся с космическими картами. Вот даже остались мои следы. Вот я выезжал. Что ж, не получилось у меня съездить ни в Гридино, ни в Калгалакшу. Ну и ладно. Через 4 недели мы снова будем на этом самом месте. И на этот раз уже поедем вот туда. Мимо станции Энгозера до Калгалакша. Там оставим у кого-нибудь машины. И две недели будем плавать на байдарке. А сейчас мне туда, в сторону станции Амбарная. Ну вот я и в Амбарную. Скоро будет трасса. Ну как скоро? Через 30 километров. Почти добрался до трассы. Там метров пятьсот осталось. Слышно уже как шумят на ней машины. На юге у нас голубое небо. Лёгкие облачка. А вот с севера, с севера что-то надвигается. И хорошо бы она надвигалась побыстрее. Все-таки ехать, когда прохладно. А краповый дождик намного лучше, чем мучиться от жары. Все. Добрались до трассы. Едем в сторону Кими. В районе Сидежа продолжается ремонт дороги. Есть участки с реверсионным движением. Ну что ж. Вот я и добрался до Пудыжа. Позади шестьсот с лишним километров. Приехал я ночевать опять на то же самое место. Здесь меня снова встречает пастушок. Неугомонный. Ничего его не берет. Здесь все то же самое. Только прибавилось комаров. Когда я ехал, не было ни одного. Может быть просто ночь была холодная. Сейчас тоже не очень тепло. 12 градусов где-то. Но комаров просто какое-то невероятное количество. Ладно. Удачи тебе пастушок. А я поехал спать. Да, вот это какафония здесь. Погоныш конечно доминирует в этом оркестре. Сейчас около часа ночи. Довольно таки светло. Нет, ну погоныш вообще молоток. Не на секунду не замолкает. Иногда чуть-чуть ритм сбивается. Вот и наступило утро. Я замечательно проспал 6 с небольшим часов. Сейчас уже девятый час. Ра трогаться в дорогу. Сейчас проверю маслица на всякий случай. Потому что моторчик старенький. А по трассе я вчера хорошо прохватил. Собираться я наверное здесь не буду. Здесь активизировались комарики. Сейчас выберусь на дорогу. Там немножечко продувает ветерком. Уберу свой спальник. Сложу висички. И все. Последний у меня перегон. Поздно вечером. Может быть даже уже завтра рано-рано-рано утром буду в Москве. Прогрохотал мимо уазик. Не поднял пыль еще. Ну что ж, а я тем временем уложился. Проверил маслица. Да, стою я уже на дороге. Туда из кустов и комаров я выбрался. Опять я здесь все сложил в транспортное, так сказать, дорожное положение. Все. Выдвигаюсь. Сейчас заеду, заправлюсь на колонку в Пудыже. Завтракать пока мне не хочется. Нагуляю немножечко аппетит. Позавтракаю часик через два. Опять заеду в симпатичное местечко. Там редкий сосновый лес. Уж лучше, чем в кустах, в комарах завтракать. Ладно, поехали. Ну вот, и пересекли мы некую условность, отделяющую Карелию от Вологодской области. Природа, конечно, не меняется. Просто люди придумали какую-то границу, которую мы теперь и пересекаем. Все, давай. До свидания, Карелия. Скоро мы с тобой снова увидимся. Остановился я позавтракать. Такое вот замечательное место. Сосновый Бор, Беломошник. Такие места начинаются в километрах в пятнадцати после Вытигры. Множество въездов в лес. Дорожки песчаные идут по лесу. Рядом с одной из таких дорожек я остановился. Комаров нету вообще. Красота. Весь лес здесь изрезан такими вот противопожарными бороздами. Они от дороги расходятся вправо, влево, пересекаются. В общем, видимо, накопали их везде, где мог проехать трактор, который это делает. Или я не знаю, какая техника занимается такими делами. Чудесный утренний натюрморт. Места тут, конечно, потрясающие по своей красоте. Года три или четыре назад я возвращался с дочкой из Баренцева моря. И где-то в этом месте мы тоже заехали позавтракать. Остановились в симпатичном местечке. Я вылез из машины и тут услышал, что весь лес буквально звенит от трелей свиристелей. Да, трелей свиристелей. Несколько десятков птиц, похоже, с подросшими птенцами, которые по привычке выпрашивали корм, кормились чем-то на макушках сосен. Они сверху кормились, мы внизу стояли, завтракали и слушали их. Такие моменты очень надолго запоминаются и откладываются в нашей странной памяти. Ягель. Ладно, делать нечего. Пора покидать это чудесное местечко и отправляться в дорогу. Меня ждет еще почти 800 километров скучные дороги. Ну вот и добрались до дома. Время час двадцать пять. Все. Пустите меня. Ну вот и наступило у меня утро. После вчерашнего перегона и позднего возвращения спал я долго. вышел с утра посмотреть машинку в воздушном фильтре. Как и ожидалось после пробега по таким грунтовкам пылища. Фильтр я решил поменять при нынешней стоимости бензина. Экономить на копеечном фильтре как-то странно. Масло съела где-то треть по щупу. Общий пробег у меня составил 3345 километров. Получается меньше 100 грамм на 1000. Для мотора с пробегом почти 240 тысяч. Считаю результат просто отличный. Что ж, машинка снова не подвела. Можно сказать как обычно. За что ей отдельное спасибо. Сейчас мы ее разберем. Вынем из нее все ненужное. Все что было нужно в поездке. Помоем. А потом заедем в гараж на яму. Осмотрим ее изнутри. В смысле снаружи. И будет она у меня стоять несколько недель. В ожидании следующей поездки. Все. Спасибо всем за просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok